Я Вишняков Артём Андреевич, даю согласие на видеосъёмку. Родился я в Красноярском крае, село Пировское, 01.06.2002 год. Работал я после срочки, было 20-21 год, была срочная служба, потом работал в АЛС-охране, десантник-пожарный. В городе Уляновск, 623 МРУЦ, учебка связи, потом город Ростов, связист. Мы мобилизовали 25 сентября 2022 года, отправили в город Омск на распределительный пункт, там пробыли 15 дней, 242-я ВДВшная часть, там нас распределили полбригадам. Мы с дядькой попали в 31-ю Ульяновскую десантную штурмовой батальон, оттуда мы поехали в Чаплинку, с Чаплинки пробыли мы около месяца. Оттуда поехали мы в Севаши, в Севашах мы дождались контрактников 31-й бригады, которые вышли с передка с позиций, там отдыхали. Оттуда мы переехали в Альбатрос, это под Мариуполем, деревня Микеева, детский лагерь. Там прожили мы месяц. Нас готовили, была инженерная подготовка, стрельба, медицина, все такое. Оттуда нас перевезли в Херсонскую, куда-то область, в контейнеры. Там прожили. 18 января приехали в Миллерово, в аэропорт, оттуда нас повезли в Сватово. С Сватово прожили месяц в посадке. 26 февраля мы пошли в Рубежное, 28-го мы пошли на Кременую, зашли туда на позиции. У нас не получилось зайти, мы ушли оттуда. Опять вернулись в Рубежное, нам дали до 8-го числа отдохнуть, а обратно мы зашли 9-го числа на Кременую и до 17-го числа, до 17-го марта мы были на Кременой. Взяли позиции. Оттуда нас вывезли в Нижне-Теплое, в Луганскую область, на отдых. С 17-го марта по 23-го марта мы отдыхали, потом с 23-го марта по 7-го апреля я ушел в отпуск, был дома. Приехал 7-го апреля, нас отправили в Средне-Теплое. Батальон постоянно пункт дислокации поменял на Средне-Теплое. Там пробыл я 5-6 дней, отправили в Лисичанск. Там просидел около месяца в Лисичанске. 7-го и 8-го мая поехал в село Троицкое. Пробыл 2-3 дня, наши пацаны пошли на Клещеевку. Мы с товарищем остались на охране имущества. Потом все имущество мы отправили в Средне-Теплое, и бронегруппа нас забрала в Попасную к себе. В Попасную мы дождались командира роты 25-го мая. И нас отправили в составе 12 человек в Клещеевку на позиции. 5-го, 6-го июня я сломал себе руку. Поехал сначала в Бахмут, меня посмотрели. Потом отправили мне в Луганск, в Тульский медотряд. Там я пролежал до 25-го, 26-го июня. Оттуда я приехал 2-3 дня отдыха, и пацанов отправили обратно к Кременую. У меня 10 дней реабилитации было. Они вышли оттуда 10-го, 12-го июля. Я дождался их, и в составе трех рот нас отправили в Попасную. В Попасной я прожил неделю, пацаны прожили 5 дней, их отправили на Андреевское направление. Наш взвод, наши роты остался в резерве бригады. Мы там были, отдыхали. До 18-го августа мы отдыхали. 18-го августа был накат, и резерв наши 12 человек, которые оставались, отправили сначала 6 человек. Комбат вышел, сказал отправить 6 человек, отправили их. Их за 300-го, за 200-го. Отправили нас еще 6 человек. Мы зашли в посадку командира роты, двоих, одному ослову в шею прилетел, одного контузива. Оставился я, командир взвода, командир отделения и один доброволец. В 19-е утро мы зашли в посадку за железку, а вечером 19-го числа меня взяли в плен. Азов взял в плен. Я рядовой, в подштатке стою старший стрелок-сапер. Да, я жил в деревне с семьей, с родными. Мама, папа, две сестры. Офицеры, офицерский состав почти не осталось из контрактников 31-й бригады. У нас вот остался только из офицеров, это один командир роты в 31-й бригаде и комбат, все. И еще маленько, что из контрактников осталось, это механа и наводчики. Кто из контрактников осталось? Штатников больше у нас не осталось. Нет уже, пока нет. Нужно формирование, подготовка. И люди нужны. На сегодняшний день с нашей роты, со второй роты осталось человек 5-70 человек. Нет. Я приехал с командировки, пожары тушил. Приехал рано утром в 6 утра домой. Вечером по дому у меня скотина, все дома. Начал дома управляться, все. В огороде с папой работал. Приходит, мама плачет. Что такое, не говорит. Говорит, иди к тебе, пришли. Пришли сельсовета и принесли повестку о мобилизации, что мобилизовали. И через 6 дней меня забрали. Но я понимал осознавание, куда я меня отправляю. Из-за меня пошел мой батин брат. Что я как один племяш молодой, 20 лет, пошел туда. Он мог дома остаться. У него отец был инвалид первой группы. Он пошел ради меня со мной. В марте, когда заходили в Кремену, 10 марта, у него попал осколок в легкое 2 мм от сердца. И он до сих пор в России дома. Да, мы вместе были. Он просто связист уротного был. Я в первом взводе с пехоты шел, а он связист у командира роты был. 36 лет, дядьки. Да, он прошел Чеченскую войну, был в Чечне. Нет. Потому что меня недобровольно забрали сюда, а насильно. Что срочку, да. Что каждый должен послужить срочку. Ну, при мне случай было вот, когда мы на Андреевке, 19-го числа было. Когда человек подошел ко мне, я сидел с командиром отделения. Автомат. Ну, я просто на расслабоне стреляли. Я спрятался в окопе, лежал в окопе. Ко мне пришел пулеметчик. Сдавайся. Ну, я говорю, у меня нет автомата. Все. Все. Он убрал с курорта палец и командир отделения пристрелил его. Также сделал командир, замкомандира роты. Когда ему тоже пулеметчик подошел в другой окоп. У нас три окопа ряда было с командирами. Он жил с командиром. Такая же ерунда. Он ему в каску стрельнул. Тот ему в угло попал. У меня было желание сбежать. Вот с того момента, когда меня до плена, было желание сбежать с позицией. У нас это называется как 500-й убегает с позицией. У меня было желание сбежать после первого наката. У меня командиры не дали. Ну, заставили в окопе сидеть с ними. Вот мы вчетвером сидели в окопе. Когда был уже второй накат. И три пулеметчика нас уже окружили. Нам деваться некуда. У нас был ЦИНК 5.45. Расстреляли его. Третий накат уже приехал. Уже танк близко встал. По нам отработал. Потом нам гранаты закидали в окоп. Я выжил. В четверо мы вот выжили. Командир отделения, замкомандира роты, командир взвода и я был. Замкомандир роты не стал сдаваться. Его гранатами закидали. Понимал, осознавал. Я думал, до меня это не дойдет никогда. Чтобы убивать был. Ни одного еще пока. Меня встречать кто мог? Только родные мои, близкие. Сестры и родители. А больше мне некого встречать. Знаю, когда я приезжал в отпуск. Ну, люди сначала говорили, что слишком молодой, да. Дурной, что отправили его. Самого молодого. Всех отправили 30-40 лет. Меня самого молодого в 20 лет отправили служить. Народ типа, да, говорили, вот сын молодец, что. Ну, не пошел ни в тюрьму, не сел, ничего. А отправили его туда, переживая. Больше всего стали переживать, когда позвонили. Сказали, что в плену. Нам рассказывали, что делают украинцы. Что могут обрезать руки, ноги, яйца, что обрезают. Пацанам издеваются, короче, над русскими. Ну, я когда попал в плен, сказали, нет такого. Ну, да, я поначалу думал. А один потом, когда меня в плен взял в окопе, говорит, если все нормально будет, тебя потом со временем, может, поменяют, говорит. Я уже все домой. Я бы и тогда сбежал домой. Без вести был бы пропавший, никто бы не нашел. У меня паспорт, военник, при себе был. Мне добраться до Луганска надо было, сесть на автобус и уехать до Москвы. А там двумя самолетами я уже у себя в городе. Нам поначалу говорили, что командирам, если ты побежишь, чтобы они тебя стреляли. Свои же тебя, чтобы стреляли, если ты побежишь. При мне сучи было, но это в огнера, когда я заходил в Клещевку, в посадке. Было сучи такое, что человек у них побежал, а они стреляют. Сначала воздух, а потом уже по ногам начинают стрелять. И дальше. Я видел это, такое, как делают это. Берут из Сибири, что они мощнее, что привыкли к нагрузке. Берут город Омск, берут город Красноярск, Новосибирск берут. Вот эти все города, ну что из сибиряков, которые привыкли к нагрузке. Но у нас вот набрали молодых. Я не один молодой, у нас еще пацаны есть в роте. Он сейчас в госпитале. Ему тоже 21 год. Нет ни Москвы, ни Петербурга. Есть Омск, Красноярск, Пенза, Ульяновск. У нас большинство, это все ульяновские идут. Мне даже неинтересно было за войну, что там происходит. Меня это не трогало. Мне неинтересно было, что происходило. Да мне и некогда. Я до войны уехал. 4 апреля меня забрали в командировку на пожары. Я по сентябрь был в командировках летал. У меня два одноклассника, которые... Три было одноклассника. Им тоже по 21 год. Они подписали контракты на Камчатке. Двое. Один в Москве. Один погиб. До мобилизации привезли его в Сынковом гробу. 8 месяцев не могли найти, то он без вести пропарший, то еще, потом привезли в Сынковом гробу. Двое живы, я с ними вот общался до этого, когда был в тловой зоне. И я? Ни за что. У меня нечего здесь брать. За что государство призвало, только из-за этого. Земли хотят отобрать. Государство виноват, что мобилизовало. Может, сам виноват, что пошел. Не пошел в тюрьму. Лучше не подписывать контракты и не идти сюда добровольно. А сидеть дома. Субтитры делал DimaTorzok